Итак, Нур-Каим говорит, давайте укажем на эти свидетельства, но таким указанием, поверхностным пока указанием, чтобы просто было понятно, о чем идет речь, говорит, первое свидетельство, которое возникает в сердце человека, который движется к Аллаху и к вечной обители, это свидетельство о том, что такое этот мир, эта земная жизнь. Это свидетельство о презренности земной жизни, свидетельство о непостоянстве, неверности, непреданности земной жизни, свидетельство о черствости и грубости земной жизни, свидетельство о низости и презренности тех, которые поглощены этой жизнью. Это свидетельство о том, что эта земная жизнь проходит быстро и видит человек, как те, которые были влюблены в эту жизнь, которые принадлежали этой земной жизни, как они уже лежат мертвые вокруг нее. Она, которая подвозит людей. Она, которая подвергает людей разным видам мучений. Она, которая заставляет людей вкушать самый горький напиток. Земная жизнь, которая дает человеку возможность посмеяться немного, но заставляет его много плакать. Земная жизнь, которая преподносит человеку кубок с ядом, перед этим преподнеся ему кубок с опьяняющим вином. И люди опьянены любовью к ней, к земной жизни, а потом погибают от того, что она их предает и бросает. Если в сердце человека появляется вот это свидетельство, это первое свидетельство, которое появляется в сердце раба, который движется к Аллаху Субхануа Тааля, тогда сердце человека отходит от привязанности к земной жизни. Тогда сердце устремляется к поиску вечной жизни. И тогда возникает в сердце новое свидетельство. Следующее свидетельство. Это свидетельство о вечной жизни, об Ахира и ее вечности. Что та загробная жизнь, жизнь после смерти, это и есть истинная жизнь. Конечная остановка. Конечная остановка, пункт назначения. Оттуда уже не уходят, оттуда не уезжают. Это и есть дар уль-карар, это и есть обитель постоянная. Земная жизнь по сравнению с вечной жизнью. Как об этом сказал пророк Алейсалату Ассалам. Земная жизнь по сравнению с вечной жизнью, с последней жизнью, наподобие того, как кто-то из вас возьмет свой палец и опустит в море. И пусть посмотрит потом, вынув свой палец, что он сможет взять из этого моря. Что останется на этом пальце. Некоторые из предшественников говорили, земная жизнь по сравнению с вечной жизнью меньше, чем одна пылинка по сравнению со всеми горами земли. Земная жизнь по сравнению с вечной жизнью меньше, чем пылиночка по сравнению со всеми горами земли.